У меня есть свое пространство, в которое я не впускаю лишних людей. Две минуты позора Алены Шишковой. Я себе дала слово, что я никогда не посмотрю этот ролик на фоне Тимура, он теряется. Я даже не знаю, кто бы там не потерялся на фоне Тимура. Я еще ревновала постоянно. Я до него, может, не дотягиваю. Мне написал Паша Дуров. В СМИ писали о том, что у вас были отношения. Казалось бы, куда круче Тимати-то найти жениха. Только Паша Дуров. Папа, минутку, минутку, минутку. Тим, Тимур, он теперь бизнесом занимается. Поэтому он не очень любит все вот эти интервью. У нас есть свои секретики. Ты заговорила о проблемах со здоровьем. Я считала, что мне все завидуют, что я такая стройная, худая. Тяжело было встать с кровати. Сил жить просто нет было? Нет, вообще нет. Сейчас у Тима появилась девушка, она живет с ним. Алиса с ней общается, я с ней общаюсь. Нет никакой там обиды, ревности. Симона тебя очень любит, а Настю недолюбливает. С Настей мы не общаемся, может быть, какая-то была обида на Настю. Я рассказала в первую очередь Симоне, маме не рассказывала. Ты сейчас свободная девушка. Есть человек, который мне очень недорог. Выйти замуж, дом, собака, тихое семейное счастье. Мама для меня не взрослая, мама, честно, для меня как подружка. Ален, ты не очень любишь ходить на интервью. С тобой на Ютубе вообще нет больших интервью. Ты человек очень закрытый, и для тебя это всегда усилие. В моей жизни было очень много мероприятий, и в какой-то момент мне захотелось просто тихой, уютной, спокойной жизни. Если ты идешь куда-то на мероприятие, ты прям энергию тратишь? Ну, мне просто некомфортно, потому что я понимаю, что там собираются люди, не все те, которые искренне тебе говорят «Привет», «Я тебя рад видеть». Ты однажды сказала о том, что ты настолько закрытый человек и настолько такой классический интроверт, что ты даже не умеешь обниматься. Да, есть такое. У меня есть какое-то свое пространство, в которое я не впускаю лишних людей, только самых близких. И для меня вот эти вот все обнималочки, обжималочки, это как-то, не знаю, слишком тесно для меня. Ну, то есть если бы мы с тобой уже несколько раз встретились, у нас был бы хороший контакт, и я там на третьей встрече полезла бы тебя обнимать, тебе было бы некомфортно? Если контакт устраивается, то тогда... Ты можешь. Конечно. Ну, вообще тактильность не приносит тебе большого удовольствия. Нет психологической дистанции с человеком, только тогда ты можешь позволить себя обнять. Ну, да. А вот эти все светские... Ну, да, это я не люблю. Где-то в середине десятых годов ты была, если не самой популярной, то точно одной из самых популярных девушек в стране. Каждая вторая девушка в инстаграме в российском была на тебя подписана. Твоё имя просто гремело. Ты была такая известная красавица, за тобой все наблюдали. И казалось, что ты живёшь какой-то роскошной, блестящей жизнью. И самые яркие, известные мужчины за тобой ухаживали. В 2012 году, когда прошёл конкурс «Мисс Россия», и у тебя вот эта эльфийская внешность, в том 2012 году уже никто не помнит, кто победил, а тебя все запомнили из-за вот этого блиц-интервью, который, с одной стороны, стал причиной огромного хейта в твою сторону, а с другой стороны, сделал тебя очень известной. Везде в Ютубе, ВКонтакте, везде гремел этот ролик, который назывался «Две минуты позора» Алены Шишковой. Что было бы для вас самая идеальная карьера? Ну, я, извиняюсь, я очень много думала об этом. Вот, и я, наверное, ещё... Да снимите её уже. Ну да, действительно. Вот, подержи в руках. Ну, я, наверное, думала раньше, что я стану моделью. Вот, моделью и буду ездить за границей. Для меня это очень интересно, смотреть разные страны, города, ну и вообще. А сейчас я правильно отвечаю? Просто смех такой в зале. У тебя падала эта лента, ты как-то очень наивно, искренне отвечала, постоянно спрашивала, что-то не так говорю. Я почитала комментарии, ну, может быть, они уже настоялись за эти годы, но там одни сплошные позитивные комментарии, и люди возмущены, что ролик так некорректно называется. Вот сейчас, спустя время, как ты его оцениваешь, и что тогда, когда только это произошло, ты чувствовала? Ну, на тот момент получилось так, что мне пришлось взять на себя, вину стилистов, так как они не успели мне закрепить ленту. И мне пришлось идти с незакрепленной лентой, и я начала говорить залу, что якобы я везде опаздываю, и из-за этого меня не успели закрепить. Но это было не так. Это было твое первое публичное выступление? Я очень сильно растерялась, я смотрю, люди смеются, я тоже начинаю смеяться. У меня эта лента падает, я ее постоянно пытаюсь как-то на себя натянуть. Нет, ну окей, хорошо, ты растерялась. Я не поняла вообще, почему такой ажиотаж вокруг этого был, это так активно тогда обсуждалось. Вот когда только-только этот ролик появился, у тебя было какое-то стеснение, переживание? Я себе дала слово, что я никогда не посмотрю этот ролик только в старости, с улыбкой. Но он завирусился, сделал тебя звездой, и в целом очень позитивно повлиял на твою карьеру, несмотря на то, что на тот момент, ну вообще в 2012 году еще немножко по-другому люди, мне кажется, рассуждали. Сейчас, мне кажется, к этому отнеслись бы с огромным позитивом, тогда это просто Алена Шишкова, какие-то там позор, глупости. Сейчас я понимаю, что ничего в этом страшного нет. А на тот момент, конечно, я очень сильно переживала. А кто тебя поддержал в тот момент? Ну, мне написал Паша Дура в ВКонтакте, что обаяние тысячи из ста. И выложил к себе это видео. Я думаю, господи, зачем? Ну и, соответственно, люди еще больше стали смотреть. У него на странице этот ролик, и еще больше мне писать. Но потом как-то все из негатива в позитив ушло. Ну, Паша всегда нестандартно мыслил. Ну да. Но ты стала широкой общественностью, известной вот тогда, в 2012 году, после вот этого Мисс Россия, но до этого ты уже была звездой ВКонтакте. Да. И у Дурова в рейтинге самых красивых девушек ВКонтакте ты была на первом месте, он тебя сам выбрал по своим критериям. А он великий ценитель женской красоты. И тогда вы с ним и познакомились. Да, мы с ним тогда и познакомились. Он мне написал, и мы по сей день общаемся. Он очень хороший человек, интересный. Мы с ним путешествовали часто, но, естественно, как друзья. В СМИ писали о том, что у вас были отношения? Нет, у нас не было никогда отношений. Мы с ним просто путешествовали вместе, общались, нам было интересно вместе. Он такой же закрытый, как и я, человек. И, в частности, он обычно сидел в ноутбуке и работал. Иногда интересно с человеком даже просто помолчать. Казалось бы, куда круче Тимати-то найти жениха? Только Паша Дуров. Ты еще немножко подлила масло в огонь, когда парижскую фотку выложила. Да, это мы... На фоне Эйфелевой башни тебя спросили, какие у тебя отношения с Павлом Дуровым. Ты написала «Все сложно». А, это мы пошутили, да, так. У нас никогда не было с ним отношений. Даже намека на роман не было. Ну, может быть, был намек на роман, но я же говорю, он такой очень закрытый человек. И такой сам в себе, и я тоже такой же человек. Люблю тоже личное пространство. Не люблю, когда там меня тискают, трогают. Вот, ну, на тот момент вообще я не была готова к отношениям. И он, видимо, тоже. И просто нам было интересно вместе. Но если бы ты была поактивнее, то все могло бы произойти? Возможно. Но в тот момент у меня уже потом появились отношения, когда уже мы... То есть мы с ним общались, у меня появились отношения с молодым человеком. Для меня не было в приоритете выбрать человека, который там круче Тимати. С Пашей все-таки мы были больше как друзья. А как вообще ваша первая встреча с Пашей произошла? Он пришел ко мне на день рождения в Дубай. Мы как-то так переписывались, я ему сказала, ну, приходи. И он пришел. После этого мы с ним стали прям, ну, видеться часто, путешествовать, летать. Ну, то есть сейчас ты тоже можешь с ним куда-то полететь, пообщаться? Нет, ну, сейчас я с ним не летаю, но мы с ним поддерживаем отношения, общаемся. А какой вот вообще Паша человек, вот кроме того, что закрытый? Ну, Паша очень хороший человек. У него очень тесный круг друзей. На него всегда можно положиться, рассчитывать. Но я таких прям вот честных людей мало встречала. Вот какая-то бытовая ситуация, в чем его честность проявляется? Можешь какой-то пример привести? Ну, он всегда говорит так, как есть. Он никогда не обманывает. Мне очень нравится, что он умеет хранить секреты, не вытянуть какую-то информацию. Если его там кто-то попросил не говорить о чем-то, он никогда не скажет. Когда-то тебя спросили про идеал мужчины, и ты назвала своего бывшего партнера, отца своего ребенка, Тимати, ты сказала, что он настоящий мужчина, яркий, харизматичный. Ты до сих пор так считаешь или у тебя все-таки сейчас какой-то другой идеал мужчины появился? Я сейчас поняла, что у меня нет идеала мужчины. Что я могу сказать про Тима? Хороший человек, он хороший папа, ответственный, умный. Это правда, что вы познакомились на съемках его клипа, и ты была единственной девушкой на кастинге, которая отказалась раздеваться? Да. Меня пригласили на съемки клипа «Занимаемся спортом». Я взяла с собой адидазовский костюм. А оказалось, что там «Занимаемся спортом» немножко был такой другой скрытый умысел. Девчонки были все в купальниках. Там какая-то была такая странная задумка. Я сказала, что я не буду раздеваться. Извините, мне сказали, занимаемся спортом, давайте мне мяч, я там буду заниматься спортом, гирей и все такое. Там же наверняка ты не единственная красивая девушка была на кастинге. Там было много красивых девушек. Да, там были все очень яркие, эффектные, красивые девочки. Но запомнилась ты, потому что отказалась раздеваться. То есть все-таки внешность не всегда самая главная. Красивых-то много. Да. Просто там была ситуация, у него было выступление вечером в каком-то клубе. Но я, естественно, решила не идти, потому что у меня даже одежды не было соответствующей. Звонок в дверь. Я открываю дверь, и там стоит Тим в спортивном адидатовском костюме. И я вообще не поняла, что происходит. А я еще с куском во рту такая думаю, господи, что происходит, зачем он пришел. И он говорит, а почему ты не пошла? Говорю, ну, я устала, я хочу поспать, вот отдохну, сейчас поем, лягу спать. Тем более на следующий день были тоже съемки. И он говорит, нет, пошли. Я говорю, да мне даже одеть нечего. Ну, я тоже в спортивном костюме специально оделась. Я так растерялась, мне пришлось пойти. И вот мы с ним вместе в этих спортивных костюмах пришли. Он выступал. Потом он ко мне подошел. У него была на тот момент одежда Black Star спортивная. Он сказал, что он может мне в Москве отправить несколько спортивных костюмов. Ну, и попросил номер телефона. Я сказала, что у меня телефон сел, а номер телефона я не помню. По-моему, он мне то ли его записал. В общем, как-то он мне дал свой контакт. Он меня проводил домой, поцеловал меня, а я растерялась. И с утра мне приходит сообщение, вот я тот кого-то вчера на ночь целовала. Ну, и все, и мы стали с ним так общаться. Ему за тобой пришлось побегать. Он-то привык, что вот так вот все. А ты его немножко помучила. Пожарила чуть-чуть. Да. Я, конечно, ревновала. Там было очень много красивых девчонок. А ты прям сразу влюбилась? Или это какое-то заняло время? Нет, не сразу. У меня на тот момент вообще были отношения. Просто был очень молодой человек. Я поняла, что вот на фоне Тимура он теряется. Я даже не знаю, кто бы там не потерялся на фоне Тимура. Я поняла, насколько он интересен мне. Хочется идти дальше с человеком, от которого ты можешь что-то получить. Получить не в плане финансов, естественно, а в плане интеллектуальных каких-то. А что плохого, получить что-то в плане финансов от своего мужчины. Я никогда у него денег не просила. И потом, когда я жила, я же сама себе квартиру снимала. Настя Решетова мне в интервью говорила то же самое. Никогда не была суперзависима, как это представляли. Она говорит, более того, квартира, где я сейчас живу, я оплачу ее сама. То есть я правильно понимаю, что миф о том, что каждая девушка Тимати всю жизнь материально получает его поддержку, это не совсем соответствует действительности. Да, это не так, но это не потому, что он какой-то жадный. Если его попросить о чем-то, о помощи, он всегда пойдет навстречу. У нас нет такого, что он платит какие-то элементы. Он просто обеспечивает полностью Алису и все. Мы живем на повышенных скоростях, поэтому не всегда удается поздравить близких с праздниками лично. Здорово, что можно созвониться по аудио или видеосвязи, а подарок вручить виртуально. В этом плане всегда выручают подарочные сертификаты. В приложении «Золотое яблоко» можно выбрать не только номинал, но и дизайн подарочной карты, сопроводив его текстовым поздравлением. Получателю придет ссылка на сертификат по СМС. Все, что останется сделать, ввести номер подарочной карты при оформлении покупки онлайн или показать его на кассе в магазине. На мой взгляд, подарок суперполезный. Потратить сертификат можно во всех разделах «Золотого яблока». Не только на косметику, но и одежду, аксессуары, товары для дома и спорта. В общем, выбор огромный. Радовать близких нужно по поводу и без. Подарочный сертификат «Золотое яблоко» – лучший помощник в этом. Оформляйте карту в приложении, выбирайте дизайн и отправляйте адресату. Вот увидите, попадание будет стопроцентным. Что касается вот тогда начала ваших отношений, какими они были? Была ли ты счастлива? Или это всегда было давление от того, что он настолько медийный? Мне было сложно на самом деле, потому что я все-таки более такой закрытый человек, а он любит ходить на мероприятия. Мне было неловко. Я всегда комплексовала, мне было как-то некомфортно, мне хотелось уйти. Мне было скучно на тот момент, потому что у нас все-таки еще с ним разница в возрасте. Я тогда была совсем молодая, и я не понимала вообще, о чем они разговаривают. В основном о каких-то тачках, о каких-то дорогих вещах. И мне было абсолютно без разницы. То есть я не понимала, где роликс, где еще что-то, где Паток Филипп. Я всегда себе задавала вопрос. Я им просто либо восхищаюсь, либо я его люблю как человека. Мне было сложно на это ответить на тот момент. Слушай, ну круто, что ты вообще задавалась таким вопросом и рефлексировала. Это уже попытка быть честной в отношении к самой себе. Часто происходят всякие подмены, понятия. В итоге я просто потом пришла к выводу, что мне тяжело жить с артистом. Я как-то до него, может быть, не дотягиваю. То есть я на тот момент была еще совсем юна, и я были слюдыми драками. В смысле вот не дотягиваешь с Пашей, когда ты Дуровым рядом оказывался? У тебя же не было такого ощущения, что ты не дотягиваешь. Хотя уж его масштаб... Тим, он как-то всегда очень глубоко мыслит, а я на тот момент более поверхностно мыслила. И я не понимала его, то есть вообще, о чем он говорит. На разной волне, что ли, были. Я не знаю, как это объяснить. Нет, я понимаю, о чем ты говоришь. Да, и разница в возрасте, и в статусе, и в материальном положении. И он всегда очень нравился девушкам, у него еще такое... Да, плюс я еще ревновала постоянно. Был повод. И в итоге я просто собрала вещи и переехала. Хотя совершенно ты не его типаж внешний. Он таких знойных брюнеток любит. И ты такая нордическая блондинка. Я так понимаю, что его более привычные типажи это активные девушки. Ты закрытая, ранимая, интроверт. На тот момент с кучей комплексов. И тут он. Вот он. Номер один звезда в России. Но такое, знаешь, под силу не каждой девушке это вообще вынести. Нет, я не понимаю, как он меня выносил. Потому что я была очень капризная. Все время говорила, ну что, мы пойдем домой, сколько здесь можно сидеть. Мне все время хотелось сбежать. Единица. Он такой человек, что ему нужно общество, нужно общаться. А домой он приходил и сразу ложился спать. То есть он уставал. Ну и в основном он ложился спать в 5 часов утра, потому что он на студии был каждую ночью. Ну как-то не состыковались мы с ним в семейной жизни. Когда-то вы были счастливы? Ну да, конечно, мы путешествовали. И мы были счастливы, когда я забеременела. Естественно. Вот он очень обрадовался, я даже не ожидала. Он улетел в Сан-Тропе. Он каждый раз там отмечал день рождения. И я должна была тоже чуть позднее прилететь. И в итоге что-то как-то я себя чувствовала не очень хорошо. И мне подруга сказала, сделай тест. Две полоски. У меня случилась паническая атака. Я думаю, господи, что с этим делать? Мне лететь нужно. И как ему вообще об этом сказать? Я ему позвонила. Я помню до сих пор этот момент. Я вышла на балкон. У меня тряслись руки. Я беременна. Что-то, короче, начала мямлить. Это было так стыдно, ужасно, неловко. И он говорит, ну это хорошая новость. Я жутко растерялась. Мне было жутко страшно вообще об этом говорить. И я никогда в жизни не делала аборты. Считаю, что так нельзя поступать. Я понимала, что в любом случае я буду рожать. А ребенок это все-таки ответственность. И в таком возрасте еще. Он сказал, все нормально, прилетай. Вот я прилетела. Ваши отношения изменились с того момента, как он узнал о беременности? Он стал более аккуратным. Ну, более трепетно к тебе относился? Да, более трепетным, да. А вот этих тусовок меньше стало, когда ты забеременела? Ну, не то, чтобы тусовки были, концерты. Ну, имеется в виду вот эти посиделки в кальяне с друзьями. Вот этого стало меньше? Честно говоря, я не помню. Мне кажется, что нет. Вроде все так же и было. Ты знаешь, что интересно? Вот абсолютно удивительно. Есть такой архетип. Девушка Тимати. Это какая-то роскошная красавица в стиле нулевых. В общественном сознании их всегда представляют какими-то хищницами. Это вот девушка, которой повезло с Тимати вступить в отношения, а еще лучше родить ему ребенка. И тогда она до конца своих дней всем обеспечена. Но вот что с Настей я пообщалась, что с тобой. Она также говорит о том, что все, что у меня сейчас есть, это, конечно, от него есть поддержка. Но то, что СМИ раздувают в плане моей от него материальной зависимости, сильно преувеличено. Глобально ты содержишь себя сама и зарабатываешь на себя, на свою команду, представителей, которых мы тут видим. На свой образ жизни ты зарабатываешь сама. Да, конечно. Я просто не считаю нужным у него просить деньги. То есть он же не муж мне. Как тебе кажется, почему вообще такой образ складывается? Что в отношении тебя, что в отношении Насти и каких-то других девушек. Может быть, это стереотипы, связанные с образом девушки из нулевых? Вы же выглядите, как роскошные девушки из нулевых. Люди, которые завидуют, наверное, они считают, что если вот повезло с таким человеком встретиться, там, Насте или мне, это все из корыстных побуждений. Но это не так. Если что-то мне будет нужно... Ты можешь обратиться. ...к нему обращусь, и я уверена, что он мне не откажет. Но у нас нет такого, что вот если он богат, и все, нужно его трясти. И дай денег, дай денег, зачем? Если и так все складывается успешно. Благодаря ему и популярность тоже возросла. Я зарабатываю хорошие деньги. Девушки модельной внешности, особенно вот такого типажа, там, как ты, как Настя, ну, как любая модель и участница конкурсов красоты. Кажется, что эта женщина, если встречается с известным мужчиной, то тут, конечно, вот корыстный интерес. Люди считают, что модельная профессия это не серьезная профессия. То есть... Что туда за этим и идут, чтобы познакомиться. Да, чтобы познакомиться, посмотреть, какая я красивая, показать себя на подиуме, чтобы кто-то на тебя клюнул. Я помню даже как-то, когда я была в Токио, у меня просто уже нервы сдали, все разъезжаются, у всех контракты заканчиваются, мне еще там месяцы нужно отрабатывать. В итоге я заплатила неустойку и улетела домой. Еще звонила маме, кричала, мама, забери меня отсюда, сейчас же. Она говорит, как я тебя сейчас же заберу, если туда лететь? Ну, прям вот нервы сдают. То есть это прям очень тяжело. Всем кажется, что модель – это просто красивая картинка, стоит, кривляется, фотографируется, кайфует, на нее все смотрят, любуются, но это не так. Сейчас громкий инфоповод, что ты заговорила о проблемах со здоровьем. Да. Это же не за месяц происходит, все-таки это проблема, которая зреет. Какие этапы ты проходила и когда ты поняла, что это действительно проблема и сколько времени ушло на ее отрицание? Несколько лет. Ну, то есть это длилось несколько лет. Сначала я не могла поправиться, потом я перешла на правильное питание, ела все меньше и меньше и меньше, потом у меня, мне кажется, уже желудок немножечко подужался и получилось так, что большое количество еды не вмещалось. Мне казалось, что если съесть, например, что-нибудь соленое, то ты отекаешь сильно. Ты отекаешь, да, на утро. Нужно работать лицом. И я начала пить мочегонное, потом я стала возвращать даже воду и не могла поправиться. И плюс я еще возвращала еду не из-за того, что я хотела похудеть. Давай объясни, просто не все понимают, что такое возвращало еду. У тебя случилось два типа пищевого расстройства, булимия и анорексия. Когда я прочитала, что у тебя была одновременная булимия и анорексия, у меня это не сложилось в голове. Думаю, они же взаимно исключают освободиться от еды, а анорексия – это ограничить себя. Сначала у меня была булимия, я просто уточню, несколько лет. А потом уже я начала много есть, но уже было бесполезно. И я не поправлялась. То есть было желание поправиться, было желание набрать вес, но не получалось. И вот тогда я уже испугалась и поэтому легла в клинику. То есть я уже не возвращала несколько лет потом еду и воду тоже, но эффекта просто никакого не было от еды. И мне сказали, что нужно лечь в клинику, потому что собственными силами поправиться это невозможно, так как это идет нагрузка на печень, на желудок. То есть только фаронтеральное питание, если я не ошибаюсь, но капельницы ежедневные. Я пыталась набрать вес, но при этом, если я съедала что-то вредное, соленое или много воды пила на ночь, я считала, что я с утра проснусь утекшей, и из-за этого я возвращала воду. А потом я пила мочегонные. Давай объясним, что только возвращала. При булимии человек испытывает чувство вины за съеденное и либо вызывает рвоту. Это не из-за еды. Я, наоборот, очень много ела и употребляла всякие белковые коктейли. То есть я хотела и поправиться, но не хотела отекать. И получается, что ты вызывала рвоту? Да. Есть еще разные способы? Это мочегонные, это клизмы делают? Нет, клизмы я не делала и всякие там слабительные не принимала. Только мочегонные и возвращала именно воду, жидкость. А когда это началось? Это началось очень давно, мне кажется, еще когда мне было года 23. Ну, тебе казалось, что в этом нет никакой проблемы? Ну, да, мне казалось, что в этом нет никакой проблемы, что я вот открыла секрет успеха, как нужно утром просыпаться осунувшейся. Чтобы щечки впали, чтобы все было. Выпьешь на ночь много чая и все. Потом с утра все равно ты просыпаешься, у тебя глаза опухшие, а тебе нужно снимать сториз. Есть же всякие массажеры, есть... Да, так я ими пользуюсь. Какое-то время ты думала о том, что ты контролируешь ситуацию? Да. Потом, когда я поняла, что я уже очень сильно похудела, что я не могу набрать вес, я уже обратилась в центр расстройства пищевого поведения. Но ты же поняла, что ты сильно похудела не просто потому, что ты посмотрела в зеркало, значит, еще что-то происходило. Тяжело было встать с кровати. То есть слабость? Конечно, да, обмороки. Судороги? И судороги тоже, да. Уже тело, когда тебе говорило о том, что все, я не справляюсь. Ну да. Когда ты понимаешь, что уже не можешь встать с кровати, когда тебе плохо, в домашних условиях практически нереально с этим справиться в одиночку. Ну, конечно, нет. Ну, до того, как это произошло, наверняка же были люди из окружения, кто тебе говорил, Ален, ну, это ненормально, так не должно быть. Да, конечно, говорили, но когда мозг не подпитывается едой и особо активно работает, не понимала, не соображала, грубо говоря. Ну, тебе казалось, что они все немножко драматизируют? Ну да, я считала, что мне все завидуют, что я такая стройная, худая. Сколько лет твое состояние длилось? Вот одно РПП, другое РПП? Честно говоря, я даже не могу вспомнить, но я думаю, что с 24 лет где-то до, может быть, 26-27 была племия, а потом уже анорексия. А кто первый тебе сказал, Ален, это ненормально? Это мне постоянно все говорили. Ну, начнем с комментариев в Инстаграм. С 23 лет ты не могла просто спокойно пойти с подружками пиццы поесть? Не было такого у тебя? Мне казалось, что это вредная пища, что это все... Ну, ты уже запрет себе в голове поставил. Ну да, это блок такой на фастфуды. В первую очередь, РПП, это психическое заболевание? Ну, естественно, да. Психологи говорят о том, что это либо травмы в детстве, ребенок же очень чувствительный, когда про его внешность что-то говорят, это часто может на всю жизнь стать травмой. Ну, меня постоянно троллили, что я очень худая. Я поэтому и пошла в модельную сферу. Из дня родители убедили, что есть стройные, высокие, востребованные девушки, и это красиво. Я всегда комплексовала, я даже на физкультуру не ходила в футболке. Я всегда говорила, что я забыла футболку и ходила в рубашке, чтобы скрыть свои худые руки. То есть там дело было совершенно в другом. Дело было именно в отеках. В домашнем уходе больше всего я ценю простоту и удобство. Средства должны гармонично дополнять друг друга, а составы быть по-настоящему рабочими. Косметологи в один голос говорят о пользе ретинола для борьбы с возрастными изменениями и акне. Именно благодаря этому компоненту кожа преображается, будто на нее наложили невидимые фильтры. Классная ночная линейка на основе ретинола представлена у бренда Icon Skin. Крем для глаз и сыворотка на основе инкапсулированного ретинола работают, пока вы спите. На утро кожа радует естественным сиянием и идеально ровным тоном без видимых несовершенств. Важный нюанс. Ретинол не рекомендуют сочетать с другими кислотами, а также допускать его контакт с солнечными лучами. Высока вероятность появления пигментации. Тут на помощь приходит SPF-крем, без которого ни зимой, ни летом не обойтись. Все гениальное, как всегда, просто. Ретинол запускает процесс синтеза коллагена, благодаря чему клетки начинают обновляться быстрее. Как результат, кожа становится более упругой и эластичной, поры менее заметными, улучшается тон, а морщины разглаживаются. Первый продукт серии ночная сыворотка Golden Retinol. Это настоящий концентрат красоты, преображающий кожу во время сна. Средство действует как мощнейший антиоксидант, уменьшает пигментацию и улучшает тон лица. С ним в паре идет крем для кожи вокруг глаз Age Razor, который питает, увлажняет, повышает тонус и разглаживает морщины. И что немаловажно, никаких отеков с утра. Если вы давно планировали обновить свой ночной уход, вот самый идеальный момент. По промокоду СТРЕЛЕЦ-15 на весь ассортимент бренда IconSkin будет действовать дополнительная скидка 15% в интернет-магазине Золотое яблоко. Подробности по ссылке в описании. Когда ты обратилась к психотерапевту, вы же наверняка раскручивали эту ситуацию до самого детства. Что могло быть триггерной точкой для тебя? Триггерная точка была изначально то, что я очень худая. Это единственный триггер, который был в моем детстве. А потом стала переживать, что я как-то не так выгляжу на видео. Глаза текли с утра. Для среднестатистического обывателя это кажется немножко, знаешь, такой, как сказать, немножко такая блажь, потому что смотришь, ну красивая девушка, что ей могло в себе не нравиться. Ну куда идеальней. И вот получается, что это же в голове есть вот это ощущение того, что хочется совсем какого-то недостижимого идеала. Вот это вот стремление... Нет, сейчас такого нет. Ну тогда же было, получается. Тогда что-то было, да. Какие-то были комплексы. А как тебе кажется, чем это связано? Вот Инстаграм, какие-то стандарты красоты навязаны. Вот почему тебе хотелось быть настолько идеальной? Ведь иногда в какой-то небольшой неидеальности есть своя какая-то... Я сейчас с этим согласна абсолютно. Кто для тебя всегда был идеалом женской красоты или на кого-то ориентировался? Кого ты считаешь безусловно красивой женщиной? Я всегда считала маму идеальной. И всегда старалась быть на нее похожей. Если брать из голливудских звезд, то когда я была подростком, мне очень нравилась Маган Фокс. Я даже красилась, как она. Нас даже сравнивали когда-то. Я недавно читала исследование, удивительно, меня это поразило, что расстройство пищевого поведения и конкретно анорексия и булимия чаще всего возникают у успешных девушек, склонных к перфекционизму. Ты смотришь со стороны и думаешь, ну это же очень красивое тело. А человек себя не принимает. Когда клубок распутываешь, нет предела совершенства, это как скроллинг ленты. Какой бы контент ты блестяще красиво не выложил, все равно найдется еще более красивая картинка, еще что-то более идеальное. Если это какая-то неокрепшая психика подростка или юной девушки, наверное, действительно сложно. Когда я была в роддоме, то есть я уже родила, и мы забирали ребенка, я рожала в Доминикане. На тот момент я немножечко поправилась, естественно, понятное дело, это беременность. Да. Я увидела, как зашла девушка в черных лосинах, такая стройная, высокая. И Тим так на нее посмотрел. После этого я перешла на правильное питание. Может быть, еще вот это как-то у меня в голове отложилось. Ты когда приняла решение рожать ребенка, вот ты поняла, что ты забеременела? Ты же знала, что с твоим телом произойдет. Да, но я не боялась поправиться. Я, наоборот, была рада, потому что я до этого ходила по клиникам, еще до родов, и спрашивала, как мне поправиться. Мне все говорили, вот родишь и наберешь вес. Ну и потом я набрала вес и смотрю, что вроде бы как папу Алисы... Не то, чего ты хотела. Ну да. Но я немного поправилась совсем. Я смотрю, что у папы Алисы какое-то восхищение, смотря на стройных, худых девушек. И после этого я просто перешла на правильное питание. То есть у меня не было цели прям супер похудеть. Я просто считала, что если я буду есть белковую пищу, там без всяких холестеринов, то у меня будут мышцы, я буду ходить в спортзал. Я еще познакомилась с человеком, который сказал, что есть мясо это очень плохо, что плохая энергетика. Я перестала есть мясо. Ну и после этого я прям совсем упала весь. Когда есть РПП, надо как можно меньше читать вот эти паблики про здоровое питание. Потому что, во-первых, вот этой информацией, которая часто не соответствует действительности... Белок нужен для того, чтобы не было даже отечности. То есть белок, он избавляет от этой проблемы. Для каждой женщины важно внимание мужчин. Ну для тебя особенно королева красоты, ты модель. Ты привыкла нравиться мужчинам. И для тебя это все-таки такая была история про повышение самооценки. Без этого восхищения тебе было некомфортно. На самом деле у меня повышенное внимание со стороны мужского пола. И мне наоборот хотелось бы, чтобы оно было чуть меньше, потому что у меня есть дочь, у меня есть работа. Мне хочется меньше внимания, наоборот. Мне не хочется много внимания, восхищения. И у меня это все было уже. Но тем не менее, ты говоришь о том, что ты начала замечать, что когда ты только родила, Тимур в этот момент с восхищением смотрел на более худых девушек. Он просто на нее посмотрел, но в тот момент тараканы в моей голове немножечко меня сбили с толку. Сейчас уже, спустя годы, что ну это глупость, конечно, была какая-то. Но ты только родила. Как иначе? Да это понятно. Но в тот момент я была очень молода. Я и сейчас, конечно, не супер старая. Но в тот момент я почему-то себе такое надумала и, видимо, что-то там в голове у меня переклинило и пошла вот такая история с правильным питанием. То есть, с одной стороны, ты хотела поправиться, потому что понимала, что ты слишком худая, и тебе про это постоянно подписчики говорили. С другой стороны, вот когда ты в беременность набрала вес, тебе это не понравилось, как ты выглядела? Ну, на тот момент, да. Моя подруга тоже модель и инфлюенсер. Мне, например, в какой-то момент с ней даже не очень комфортно было ходить куда-то в рестораны. Потому что это одно мучение. Я ем, а она делает вид, что ест. Вот как в твоем случае выглядело поход с друзьями, например, в ресторан или с мужчиной? Ну, конечно, меня никто не понимал, но была проблема в том, что у меня уже настолько сильно был жат желудок, что я не могла много есть. У меня сразу было чувство тяжести в животе, если я съедала там стейк, например, даже пусть это будет миньон. Я обычно ела медленно и больше разговаривала. Да-да, я потом это с собой заберу, просто я говорю, мне неудобно. А потом я забирала с собой, иду домой, ну, естественно, я ее дома не ела. А еще был период, когда я еще худела после родов, я обычно заказывала себе руку, обязательно без масла, без заправки, вообще просто без всего, просто зелень. Заказывала табаско, пару капель табаско, рукола, и все, и вот так вот сидишь весь вечер и ешь этот салат, псевдо-салат. Бывало такое, что кто-то из твоего окружения настаивал, Алена, поешь. Конечно. Ну, поешь. И что ты в этот момент? Все, абсолютно все. Ну, я говорила, что потом, я сейчас уже не хочу, я до этого поела. А что чувствует человек с РПП, когда на него начинают давить? Хотелось просто сидеть дома, там, поклевать ту же руку и полежать, отдохнуть, потому что, ну, энергии и сил не было. Там сидеть где-то, куда-то ходить. То есть эта худоба далась тем, что сил жить просто не было? Нет, нет, вообще нет. Мозг просто, он не подпитывался ничем. Ты сидишь дома, тебе вроде бы тепло, хорошо, уютно, и ничего не хочется. А как ты воспринимала свое тело? Ты смотрела в зеркало, ты понимала, что ты очень худая? Да, я расстраивалась и дальше ложилась спать. Но начать есть ты не могла? Нет, потому что уже еда не заходила. А у тебя такого не было, как у многих, кто страдал анорексией, что все со стороны этого человека видят худым, а он не видит себя худым? Он думает... Нет, у меня такого не было. Я видела, я расстраивалась, я дальше ложилась спать, думаю, ну, господи, куда я такая пойду? Какие джинсы мне надеть? То есть, какие вещи мне надеть? Я ходила только в объемной одежде. Не было вообще желания ничего делать, не наряжаться, потому что я понимала, что под мою фигуру ничего не подойдет. Мне было всегда стыдно ходить на массажи, там еще куда-то, там, душ-шарко, потому что я понимала, что, ну, как я разденусь. Сегодня мы с вами будем готовить вкусный и полезный завтрак. Кстати, рецепт настолько простой, что этот завтрак приготовит каждый. Нам понадобится гранола и любой йогурт, например, греческий. Гранолу я беру от бренда Экстра. У них нереальный выбор вкусов, молочный шоколад, карамель с орехами, и все это в сочетании с запеченными кусочками злаковых. Помимо гранолы, у Экстра есть очень вкусное печенье, идеально сбалансированный вкус шоколада, цитрусовых и карамели и нежная рассыпчатая то, что нужно для домашнего чаепития. Классным дополнением граноли могут стать свежие ягоды и фрукты. Получается полезный и красивый завтрак, словно с картинок в интернете. А еще это отличная возможность замедлиться и побыть в моменте, особенно если удастся ненадолго отложить телефон в сторону. Даже самый простой на первый взгляд завтрак может быть полезным и вкусным. Берите на заметку гранолу и печенье Экстра, чтобы разнообразить рационы, попробовать что-то новое. До 20 марта продукты бренда Экстра можно выгодно заказать на Озон и Озон Фрэш. Промокод на скидку 30% в описании под видео. Ну это же всегда тоже немножко обман, когда ты зубы заговариваешь, вы поговорите, а я тут типа ем, а на самом деле не ем, да я с собой заберу. Потом ты перестаешь с людьми ходить в рестораны, делить совместные трапезы. Получается, круг сужается и общение становится меньше. Да, до последних годов только две подруги, с которыми я работаю. С твоей командой есть твой круг. Да. А дочь что-нибудь замечала? Она просто смотрела на меня как на маму. Мне кажется, вообще без разницы, как я выгляжу. Набрала вес или потеряла. Какая разница? Главное, что я с ней рядом, что я с ней играю, что я с ней время провожу. Алиса, ты знаешь, что я очень хотела с тобой познакомиться. Все думают, что у тебя мама очень спокойная, очень сдержанная и то, что она умеет веселиться, смеяться, знаешь, только ты. Кто более строгий, мама или папа? Папа. Папа, конечно. Папа. Мама вообще у нас, мне кажется, как подружка. Мне кажется, строго не бывает. Я когда-нибудь тебя ругала? Ругала, ну, один раз было, ну, в смысле, это было для вида, честно. Ну, то есть, а нельзя так делать? А я нельзя так делать, но это специально было, чтобы как будто бы ругать, на самом деле, потом она мне писала, что нет, это я не по-настоящему ругалась, это просто для вида. С мамой всегда весело. А папа, какой папа? Вот, то есть, папа может и наказать. Нет, папа наказать-то не может. Нет, ну, может, но вообще, меня он почему-то ни разу не наказывает, но он построже. Он более серьезный. Ну, да, он более серьезный. Я помню еще, когда мы с мамой, ну, мам, я когда, честно, больше понимаешь, чем папа, мы с ней там звоним, в смысле, там, ну, много чего делали. Да что ты изменишься? Да не изменишь, ну? Мы там заказывали всякие доставки. У нас есть свои секретики. Да, у нас есть свои секретики, у нас есть там доставки, мы что-то там, 2000 кубов что-то заказывали. Аааа. Еще что-то звонили там человеку одному, и уже так, ну да, это игра была. Есть даже такое шоу? Да, 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 есть. В общем, мы играли еще в такую игру. Ну, давай, сейчас все расскажи. Да, ну нет, мы просто играли в такую игру, звонили маме и знакомому, и мой английский всегда помогал. А ты свободно говоришь на английском? Да, могу, все говорят на английском, да, свободно. Ну, давай что-нибудь скажи, расскажи, что вы с мамой, как вы с мамой веселились. Ааа, хорошо, прям сейчас? Да. Хорошо. Боже, ну ты крутая. Ты тоже так хорошо говоришь? Нет, конечно. Но я примерно понимаю, что мне говорят, но у меня... Мама понимает, что ей говорят, но английский у нее не очень. А ты можешь, по сути, выбирать? Вот хочу сегодня с мамой, сегодня с папой, сегодня с бабушкой. Нет, нет. А у тебя режим от графика? От графика. От графика. У меня там режим весь забит, я не смогу так с мамой, с папой. Либо мама не может, но мама обычно всегда может. Я стараюсь, да, когда есть временно. Потому что у нас очень мама. Алиса постоянно в дороге и постоянно на занятиях. Да, мы почти живем. И потом она уже приезжает, ей нужно ложиться спать, пока Алиса у папы. Вот. Ну, я могу приезжать погасить. Она всегда может ко мне приехать. Тебя может приехать по гостям? А как выглядит обычный твой вечер? Вот ты вот после всех кружков секций. Вечером я приезжаю домой. На меня это, говорит няня, скорее, скорее, пора спать, пора спать. Алиса просто время, чтобы переодеться, принять ванну и все. Это очень долго. Я не могу даже принять ванну. Мне просто нужно зайти в душ там на пять минут и выйти сразу, потому что уже где-то одиннадцать, иногда даже приезжаю, если пробка, и в двенадцать могу приехать. Слушай, а эта загруженность, она того стоит? Стоит. Ну, Алисе нравится. Ну, ее никто не заставляет. То есть, это ее инициатива. А бывало такое, что тебе было так тяжело, что ты хотела это бросить? Миллиард раз. Миллиард раз? Миллиард раз я хотела бросить, но мне Симона говорит, давай еще месяц, через месяц я уже не хотела бросить. Моз говорит, останься еще немножко, и у тебя все получится. Не получится, уйдешь. В какие дни, например, выходные, когда ты можешь просто с мамой подурачиться? Не могу. Вообще никогда? Ну, почему? Когда я приезжаю несколько раз в неделю, вот когда у Алисы есть там пару часиков, чтобы приехать, поиграть. Просто приехать, поговорить, погулять. Да, иногда мы гуляем, проводим так время. Еще мы иногда со стаканами что-нибудь делаем, со старелками. Это что такое? Типа, бьем их там, не бьем? Нет, не бьем. В смысле, ну просто тема. Их крутим, на кого выпадет, тот и будет там, короче, какое-то бешеное задание делать. А как тебе кажется, почему твой папа не интервью не дает? Вот такой закрытый человек. Он теперь бизнесом занимается. Ну, поэтому он не очень любит себе вот эти интервью, когда толпы собираются, чтобы там автограф, он сказал, что всего от этого устает, и то, что ему это все не нравится. Ну, уже перестал так сильно увлекаться, как раньше. Он там что-то по телефону говорит, я говорю, папа, через пять минут прихожу, папа, минутку, 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 и так до часу. Тимур? Тимур, Тимур, он такой, сейчас, пока, что? Он обычно, когда я поднимаюсь наверх на лифте на его этаж, поднимаюсь, захожу на этаж, и там, в общем, ну, он сразу же сбрашивает, он всегда с кем-то говорит, он сбрасывает трубку и говорит, сейчас потом тебя перенеберу, и дальше мы там говорим, потом я ухожу вниз на урок. То есть, если ты приходишь, он разговоры заканчивает, он тебе уделяет время? Да, он мне удивляет, но я все равно там уделяю мне там, например, пять, десять, пять минут, потому что я сразу же ухожу, у меня урок. Самый классный отдых как выглядит? Ну, это когда мы ездим только вместе, там, никаких взрослых, потому что взрослые иногда даже мешают. А ты маму взрослой не считаешь? Маму, нет. Мама для меня не взрослая, мама, честно, для меня, как подружка. Мама со многими своими проблемами разобралась. Не могла набрать вес, я ей звонила каждый день, говорила, ешь хлеб. Она не ела. Но сегодня вы пиццу поели? Конечно, поели. Я сейчас вообще ем абсолютно не отчетки. Да, мне папа заказал. Мы поели пепперони, барбекю. Вообще, отношение с едой это один из индикаторов того, как мы вообще относимся к себе и к жизни. Вот говорят же, булимия, вот когда классическая булимия, не твой случай, а когда бесконтрольно, да, человек потребляет пищу, потом освобождается от нее с помощью рвоты, клизмы, чего угодно, это, как правило, возникает у людей, которых в детстве, вот когда сажают их за стол, и вот он в момент, когда ест, он вроде бы успокаивается. Это тоже на время дает ощущение успокоения, а потом вот это чувство вины, и надо вот избавиться от этого. Анорексия часто бывает связана с тем, что человек подсознательно себя за что-то наказывает. У тебя не было такого, что вы с терапевтом раскручивали в эту сторону историю? Нет, точно такого не было. У меня вообще после родов же это все началось. Я общалась с девочкой, она придерживалась правильного питания, и как-то я прилетела в Тюмень, заказала суши родителям и себе, и очень много съела. А мы с ней постоянно в Москве на велосипедах, там, в парке Горького катались там до Воробьевого Гора и обратно каждое утро. И тут я просто объелась, и у меня тяжесть в животе, и я ей написала, сказала, что вот сегодня у меня рацион не в ту сторону пошел. И она мне сказала, что ты не переживай, просто можно сделать два пальца в рот, там, выпить горячей воды, и все, и тяжести не будет. Ну и все, как бы с этого началось, то есть я пошла попробовала, я выпила много воды, попробовала, у меня ничего не получилось. Я еще больше расстроилась, такая, ну, все. Теперь точно буду как рыбошар. Вот. А потом я повторила эти попытки, ну, то есть я подумала, если она мне это советует, то значит, наверное, так люди делают, что это нормально. А потом, ну, все это и продолжилось. То есть если я понимала, что я съела что-то не то, либо я там переела, либо соленое, либо много воды, жидкости, выпила чая и прочего, то это нужно просто убрать, зачем свой организм нагружать. Что это очень вредно, ты этого не знала? Нет, абсолютно нет. Я даже об этом не задумывалась, я считала, что если она так мне сказала, что, ну, она просто взрослее мне намного, я думала, что, наверное, так все делают, и что в этом нет никакой проблемы. Как много людей ты знаешь с похожей проблемой? Поскольку я лежала в больнице, я знаю очень много людей с похожей проблемой, потому что все были с такой же проблемой, как и у меня, и мы все до сих пор общаемся в чате. Пока занимаюсь я только с одной девочкой. То есть ты как ментор, ты как помощник? Ну да, я с ней встречалась, я с ней постоянно связи, мы с ней практикуем курсы ДБТ. А что это за курсы? Это диалектическая терапия, то есть это навыки, которые нужно применять в экстренной ситуации. Например? Навыки стрессоустойчивости. То есть это такие навыки, которые просто тебя приводят в чувства. А когда ты оказалась в центре впервые, наверное, в критическом, получается, состоянии, кто был с тобой рядом в этот момент? Вот когда я уже поняла, что мне тяжело там садиться в машину, выходить из машины, вставать с кровати, я поняла, что нужно что-то с этим делать, и я обратилась в этот центр самостоятельно. То есть сама я к этому пришла. То есть ты могла упасть в обморок несколько раз в день? Нет, ну с утра обычно. С утра ты встаешь, от тебя слабости, ты падаешь в обморок. Да, я даже копчиком очень сильно ударилась, потом мне запретили сидеть. Я сама туда приехала. Ну, естественно, мои подруги меня поддержали, они тоже туда приехали. Но там карантинный режим, естественно, не впускали. Все это время я была два с половиной месяца, я вообще ни с кем не виделась из близких. Ну, только через окно. Но они всегда были на связи, отправляли мне там цветы, сказали, что вот, наконец, ты до этого дошла сама. Все близкие были рядом. Мама у меня кота забрала, увезла в Тюмит. А когда вы встречались с Тимуром, он обращал внимание на то, что у тебя есть такая проблема? Да, конечно. Он всегда говорил, что я очень худая, или он ешь. И, кстати, я хочу ему сказать огромное еще раз спасибо за то, что так получилось, что я даже не знала, что он решил... Ну, поначалу я оплачивала лечение, а потом я узнала, что он сам взял это на себя. Чаще все-таки публичные люди предпочитают о своих проблемах, будь то алкоголизм, анорексия, что угодно. Все-таки это всегда тихо происходит. Я считаю, что этой проблемой нужно делиться, и поэтому я так сделала. Но тебе тяжело было решиться на то, чтобы сделать этот пост? Конечно. Когда мы выложили этот пост, меня прям трясло. Я думала, что нужно залезть под кровать и спрятаться, что там будут писать. Но, к моему большому удивлению, люди писали только хорошее. Когда ты искренне говоришь о своей проблеме, ты, скорее всего, получишь поддержку. А когда, наоборот, люди создают идеальный образ, в идеальную картинку никто не верит. Сейчас есть немножко такой, знаешь, запрос на трушность. В нулевые, в десятые годы в Инстаграме были сплошь идеальные картинки. А сейчас немножко даже наоборот все такое уходит в сторону неидеальности. Вот ты этот тренд чувствуешь? Раньше просто все люди немножко перегибали там с этим фотошопом, с обработкой. Сейчас, мне кажется, все стало намного проще. И это же здорово. Я сама стараюсь не обрабатывать фотографии. Зачем такой диссонанс? Люди же видят тебя на видео, видят тебя на фотографиях, со стороны тебя там фотографируют. А потом ты выкладываешь фотокарточку какую-то вообще неестественную. Зачем? Ну а ты можешь сейчас выложить сториз без фильтра? Я вообще, если честно, уже очень мало снимаю сториз, но стараюсь фильтрами не пользоваться. От этого же согласись, тоже есть зависимость. Вот я даже снимаю, мне совершенно не надо с помощью внешности как-то себя продвигать. И то руки чешутся, открыть какой-то фильтр. Ну есть же такое? Ну конечно хочется, но почему-то в последнее время я не могу подобрать для себя идеальный фильтр, потому что каждый фильтр там либо губы на полу лица становятся, либо глаза на полу лица, либо нос слишком маленький. Ты получила огромную поддержку, когда ты честно выложила этот пост о том, что у тебя действительно расстройство пищевого поведения, и вот этот многолетний хейт, ты слишком худая, слишком худая. Все наконец-то поняли, что это не просто какая-то была твоя блажь, это болезнь, это расстройство, ментальное в первую очередь. И следом ты выкладываешь пост о том, что справившись со своей проблемой, ты поправилась, вес распределился неравномерно, и ты сделала липосакцию? В ежедневной капельнице вес я набирала ежедневно, быстро, и он распределялся так, как нельзя было заниматься физическими какими-то упражнениями, ну, просто неравномерно. То есть ноги были худые, руки были толстые, появилась холка, спина тоже поправилась, поправился живот, бока. Ну, как-то все это было несуразно, что ли. И ты приняла решение, сделать липосакцию. Да. Ну, и здесь, конечно же, сразу эмпатия по отношению к тебе закончилась. Дело в том, что весь жир, который я с трудом набирала, вес, который я с трудом набирала, мы просто его правильно перераспределили. То есть мы откачали холку, ну, потому что я считаю, что это неэстетично ходить девушке с холками. Плюс это вредно для здоровья, так как головные боли из-за нее. Отложились вот эти вот этапические жировые отложения, и нужно было просто их откачать с некоторых мест и вкачать их в другие места, чтобы пропорции были нормальные. Ни одного килограмма я не потеряла после этой операции. У меня еще после родов, оказывается, разошелся пресс, и мне его сшили. Ну, и плюс еще дополнительно вот эта вот липосакция. Но ни одного килограмма мне не убрали. Естественно, начался хайп. Алена так и не смогла себя принять, а мы ее тут только начали жалеть и так далее. Почувствовала ли ты, что, поделившись этой информацией, ты снова как будто вот эту поддержку начала терять? Ну, на самом деле, мне было абсолютно без разницы, поддержат меня или нет. Я знала, что это правильно, что это для здоровья. Ну, то есть, в первую очередь была операция, вот именно связанная с прессом, с этим швом. Ну, и холку тоже хотелось убрать. Ну, мнение людей в тот момент меня абсолютно не волновало. Я была рада, то, что я наконец-то решила свои все проблемы. Ну, а ты могла не делиться этой информацией? Ну, мне показалось, что в этой информации ничего нет такого. А ты бываешь абсолютно довольна собой? Вот смотришь в зеркало и думаешь, вау, я такая красивая. Сейчас я смотрю на себя в зеркало, я принимаю себя любой. То есть, я могу посмотреть на себя в зеркало и понять, что я плохо выгляжу, но я от этого не расстраиваюсь. Ну, ты думаешь, это жизнь? Ну, что теперь поделось? Мы все живы. А когда последний раз ты смотрела на себя в зеркало и думала, я роскошная, я очень красивая? Ну, чтобы восхищаться собой. Периодически, я не знаю, когда, например, ко мне приезжает визажистка, когда какое-то мероприятие, когда меня красит, укладывает, я думаю, господи, какая я роскошная. Это все зависит вообще от настроения, от настроения. Ну, вот сколько длится это состояние, когда ты собой очень доволена? Пока какой-то фактор может меня не расстроит. А какой может фактор расстроить? Например, мужчина посмотрел на более устроенную женщину, хейтеры написали гадости. Вот такое может расстроить? Да, может, но сейчас, я же говорю, я занимаюсь DBT, и я начинаю сразу аккумулировать положительные эмоции, и у меня нет такого. То есть я сразу делаю проверку фактов, это тоже такой навык очень полезный. Но как-то сама себя подбадриваю, у меня нет такого, что я прямо Ну, потому что, если на это обращать внимание, это путь в никуда. Я стала абсолютно спокойной, я перестала расстраиваться. Конечно, бывают такие моменты, вот, например, у меня мама тут недавно ногу сломала, я расстроилась. Папа раком болеет, переживаю. Но так вот, чтобы меня на пустом месте вывести из себя, сейчас такого нет. Раньше часто было. То есть перепады настроения? Да. Ну, для РПП это очень свойственно. Мне потом выписали антидепрессанты, вот я уже несколько недель их перестала как пить, и все равно все хорошо. Резюмирую, психотерапия, когнитивно-поведенческая, в первую очередь. Да. Антидепрессанты, ну и постоянная работа над рационом, это должен быть сбалансированный рацион. Да. Не голодание, не переедание. Нет, нет, нет. У меня прям все четко. А с алкоголем как? Ну, перестала пить, потому что на антидепрессантах же их нельзя, его нельзя, да. Ну, ты никогда особо любительницей, мне кажется, не была. Ну, не знаю, мне кажется, в молодые годы я любила там сходить в ресторан, выпить вина, ходила по клубам, пила алкоголь, алкоголь, вот, а потом что-то как-то, не знаю. Ну, вот ты тогда ходила по клубам, пила алкоголь, еще не так сильно заморачивалась по поводу еды, но вот вкус жизни же ты наверняка тогда ощущала больше. Нет, я заморачивалась тогда насчет еды, все равно правильное питание, то есть я ела только сашими, рыбку какую-нибудь, белок, травку, поклевать. А когда ты вообще ела вредную еду? В детстве хотя бы это было? Жареную картошечку туда помогла? Да, даже не в детстве, когда я только переехала в Москву, лет, наверное, в 17 я ела булочки повышенной калорийности, потому что я хотела очень сильно поправиться. Я комплексовала и носила под джинсы лосины, тогда я прям налегала. А ты когда-нибудь ела еду не для того, чтобы поправиться или не поправиться, а потому что просто это вкусно? А сейчас я ем вообще все подряд. То есть все, что угодно? Вот если бы мы тут сейчас сели чай пить с тортиком, ты могла бы с нами. Так я только что съела круассан с сыром перед этим. У тебя нет чувства вины сейчас, когда ты съедаешь? Нет. А бывает, что оно вот только рождается в тебе и ты над этим работаешь и гасишь это? Нет, я наоборот рада, что я поела. То есть у меня радость от того, что я ем. Ты одна из тех знаменитостей, которые очень много лет подвергались хейту. Твою внешность рассматривают вечно под лупой, что ты себе сделала, не сделала. Тем более у тебя отечный тип лица, а это, я знаю, о чем говорю, это всегда подозрение в том, что сделала даже то, чего не делала. Помимо сделанности еще худоба. И второй пункт это материнство. У тебя с этим материнством уж тоже как только не хейтили, но ты никогда не давала четких и внятных комментариев на эту тему. И я даже сегодня узнала, что ребенок долгое время, Алиса, жила с тобой. У меня было ощущение... Она всегда жила со мной. По соцсетям есть ощущение, что она всегда жила с бабушкой и когда-никогда приезжала к родителям? Только на выходных. В воскресенье был папин день, вот, а в субботу с Симонин. А так она жила... Ну, мы жили все это время, все эти годы с няней и с Алисой. Просто так получилось, что я купила новую квартиру, она еще не до конца обустроена, и пока я не могу туда сейчас Алису перевезти. Вот мы уже почти год не живем вместе, она живет у папы. Но это связано с тем, что у тебя еще проблемы были и лечения? Нет, это с этим не связано. Это связано с тем, что просто детская еще пока нет. Сейчас я живу пока одна и с котом, и мне как-то прям одиноко. Но, естественно, я к Алисе каждый день приезжаю, вот я сегодня опять к ней поеду. Но она сейчас живет с Димуром? Да, сейчас пока у него... Ну, просто там квартира побольше, и все для нее обустроено. Я вот недавно квартиру купила, недавно переехала. Но ты планируешь ее забирать обратно к себе? Ну, конечно, я настолько времени жила со мной, что... Ну, мне Тим даже говорил, что ему как-то обидно, что он тоже хочет с ней пожить. Ну, пускай. Ты девочка занятая, у тебя какое-то огромное количество кружков, секций. Расскажи, чем ты занимаешься? Ну, я занимаюсь танцами, современный вид искусств, английский дополнительно. Вообще, я учусь в английской школе, а еще у меня есть русский, актерское мастерство. Ну, и в общем, еще шахматы есть. Когда мы ездим на всякие отдыхи, мы всегда ездим там, где есть хорошие волны, чтобы можно было посерфить. Ну, то есть, у тебя папа экстремал, и ты с ним заодно. Ну, да. Сейчас мы едем на занятие балет, на балет мы едем. Ну, балет, это твое главное, так скажем, увлечение. Нет, самое главное, это актерское мастерство все-таки. Ты с тобой актрисой будешь? Ну, я хочу стать актрисой, да. А какие у тебя отношения с братом? Хорошие отношения, мы с ним много игр придумываем, но, конечно же, Алиса, конечно, его воспитывает, наверное, иногда. Ну, иногда приходится, но это бывает крайне редко, и что перед няней его, а так я с ним, на самом деле, вообще друг. Ну, в смысле, как мама перед взрослыми, я так же с ним отношусь. То есть, я перед ним такая, вот перед нянем, иногда нужно быть такой строгой, и у меня няня вот иногда говорит его, вот даже Алиса не будет такие вот плохие вещи делать. А я говорю, да, конечно, не буду, она сворачивается, я тоже самое делаю. Нам папа купил электронные такие часы на запястье, то есть, можно будет там переговариваться, то есть, ложишься спать, я говорю, прием, прием, Радмир, он говорит, да, я тут, и дальше мы там начинаем переговариваться, там много чего говорить, дальше договариваемся встать пораньше, чтобы мы успели поиграть перед моим серфингом. Симона бывает строго, когда я что-то там, ну, вообще, делаю то, что вот в этот момент не надо вот делать, тогда она бывает строго. Иногда для меня кажется, что это было все справедливо. Просто в той ситуации мне всегда кажется, что там на меня ругаются зря. Ну, а потом я понимаю иногда, а иногда нет. А какие вообще с бабушкой, с Симоной у тебя отношения? С Симоной хорошие очень отношения, ну, я с ней живу, там, как бы я на выходные к ней езжу. День актер, день балета, то есть, у меня Симона ездит со мной на актер и на балет. Иногда со мной ездит няня на балет. Есть у тебя какие-то любимые каналы, контент? Гарри Поттер, смотрю все такие челленджи. Мистер Бист, знаешь, кто такой Мистер Бист? Да, Мистер Бист, но я не фанатею от него. Не фанатею, что ли? А Влад А4? Вообще не смотрю. Не смотришь? Ты в андеграунде, все дети смотрят вроде бы Влад А4. Есть какие-то звезды, которые тебе нравятся? Ты бы за ними с удовольствием наблюдала. Дашка Инстасамка. Тебе нравится Инстасамка? Ну да, нет, она мне нравится, но я иногда ее слушаю, просто у меня особого времени так нету. Ну, у тебя вообще, наверное, нет такой ситуации, если тебе прям нравится кто-то, у тебя наверняка папа может кем угодно познакомить или маму? Ну да. Ну да, меня вот мама познакомила. С Дашей. С Дашей. У меня папа тоже знакомилась. Ну то есть, как таковых, пока, видимо, кумиров звездных у Алисы нет. Мы жили всегда в одном ЖК-комплексе. Мы даже сейчас переехали, то есть Тим купил квартиру в том ЖК, который находится рядом с моим ЖК. Чтобы вы вообще могли очень быстро... Да, мы снимали сначала квартиру, он снимал, я снимала. Сейчас он купил вот квартиру, и я купила там же рядом квартиру. Ребенок какой-то у вас невероятно развитый, невероятно... Да, спасибо Симоне. Сейчас как-то она больше отдает предпочтение, мне кажется, больше даже не балету, а вот в школе актер. То есть она прям уже такая актриса. Но вот этими всеми активностями заведует свекровь, получается? Да, да. Так складывается, что я работаю, Тим работает, ну а бабушка есть бабушка, она со мной тоже бабушка. Все детство провела, сына, меня водила в школу. Но также Симона надо ей дать должное и большую благодарность за то, что она тратит свое время, все свободное и несвободное, на то, чтобы ездить с ней на эти кружки, на балет, в школу РЭД, там актер. Симона тоже стала такой, можно сказать, инфлюенсером. За ней стало интересно наблюдать, всем мамочкам, детским психологам. Мы как-то так договорились, что Алиса будет выкладывать именно на Симону, потому что она интересно пишет, у нее богатый опыт в плане воспитания. Сейчас у Тима появилась девушка, и она живет с ней, Алиса с ней общается, я с ней общаюсь в очень теплых отношениях. Ну, то есть нет никакой там обиды, ревности. Тимур живет с девушкой, с Алисой, с няней. Ну да, но там немножко по-другому, то есть Алиса живет на одном этаже, а Тим живет на другом этаже. Его девушка оставила собаку, мы вчера с ней гуляли, с Алисой. У вас высокие отношения, вы все друг с другом. То ты выкладываешь фотографию с Ратмиром и с Алисой, с сыном Настей Решетовой, то гуляешь с собакой нынешней девушки Тимуру. С Настей мы не общаемся и не общались особо. Хотя у вас какая-то фотосессия была. Да, у нас была съемка для рекламы, но как бы так получилось, что не сложились у нас прям такие хорошие отношения. А вот с новой девушкой, Валя, мы как-то с ней очень хорошо общаемся, потому что я часто бываю, но, естественно, я к Олесе приезжаю, с ней у нас такой более налаженный контакт. Но это не потому, что там какая-то антипатия или еще что-то, просто так сложилось. Это не связано с тем, что Валя появилась сильно спустя время после ваших отношений? Может быть и так. Может быть какая-то была обида на Настю, что она появилась еще во время наших отношений. Но Настя утверждает, что она появилась не во время. Да, наверное, так. Но дети общаются, Ратмира, Алиса. Да, конечно, я очень Ратика люблю, как брата Алисы. Они разные? Они абсолютно разные вообще. Ратмир не любит животных, Алиса просто безумно любит животных. Они прям две противоположности, но при этом они как близнецы, то есть их не расклеишь. Ты считала, что Симона тебя очень любит, а Настю вот как-то недолюбливает. Вот это так или это не совсем так? Честно говоря, я даже не знаю. Ну, по твоим ощущениям как? Ну, по моим ощущениям, что они, конечно, не так тепло общаются, как Симон общается со мной. Не знаю, с чем это связано. Может быть, просто потому, что они редко видятся. Но ты с ней достаточно близка? Да, я всегда Симоне звоню, если у меня там что-то. Даже иногда чаще, чем своей маме. У меня мама, она всегда за меня прям очень переживает. А Симону я всегда могу набрать, поделиться своими проблемами. Она всегда даст правильный совет. Ну, вот когда, кстати, у тебя случилась вот эта беда со здоровьем? Да, я рассказала, в первую очередь, Симоне. Маме не рассказывала. Мама узнала об этом только когда я была в клинике. Я Симону попросила маме не говорить. Сказала, что если вдруг мама будет спрашивать, сказать, что я в санатории. Просто у меня мама всегда, ну, она очень ранимая. Вот, а Симона, она такая... Конкретная. Да. Ну, ты в маму, наверное. Ну, скорее, да. А какой у тебя папа? Папа у меня сложно, закрытый очень. У него очень сложный характер. Очень скупой на эмоции. К нему подойдешь, его обнимешь, он как-то... Ну, то есть, у него родители были такие зажатые. Ну, и, естественно, он тоже сам такой. И так было всегда? Еще в детстве? Всегда, да. Но на тебя это могло как-то повлиять? У меня нет такого, что я люблю вот это вот утю-тю, там, обнимашечки. Потому что я всегда видела, как мама подходила обнимать. Она говорит, ну, что ты делаешь? Зачем? Что за телячьей нежности? А мама? У нее тоже с тактильностью? Нет, мама наоборот. Она постоянно начинает тоже меня обнимать. Я говорю, мам, ну ладно, хватит. Тим точно такой же. Он не любит тоже телячьей нежности. И он старается не целовать, он всегда щеку подставляет. И Алиса точно такая же. То есть, когда к ней подходишь, ее хочешь поцеловать, она вот так вот делает. У вас нет такого, что вы с ней можете поваляться, пообниматься, поцеловаться? Конечно, мы валяемся, обнимаемся, но не на камеру, чтобы вот так вот просто лежать и обниматься долго. Такого нет, она не любит это. Но может быть, она не любит, потому что не привыкла? Нет? Не думала? Почему нет? Господи, ну просто такой склад характера. А тебе, кстати, когда-нибудь в терапии психолог не говорил о том, что вот этот недостаток вот тактильности от папы намного мог тоже повлиять? Да, конечно, повлияло. Ты сказала, я всю жизнь учусь нравиться себе. Вот как выглядела эта работа, чтобы нравиться себе? У меня было много комплексов. Я постоянно читала, несмотря на то, что было много хороших комментариев под фотографиями, были плохие. Пройдя всю эту терапию, я поняла, что не нужно всем нравиться. Напишут там какую-то гадость, все равно же неприятно. Ты начинаешь всматриваться там, что с тобой не так. Не знаю, я не читаю просто. Надо же сойти с ума. Да, но вот я сейчас со временем уже перестала читать. Зачем тебе мне знать о себе мнение человека, которого ты не знаешь, и даже не факт, что это человек, а не нулевой аккаунт? Абсолютно согласна сейчас. Может быть триггером для того, чтобы человек практически идеальной внешности начал переживать острые ощущения своей неидеальности. Помимо стандартов Инстаграма, еще это издержки профессии и то, что ты работаешь лицом буквально. То есть это не история про то, что хорошо бы, неплохо выглядеть. Вот, например, я беру интервью, но неплохо бы мне было еще и нормально выглядеть. Но, в принципе, если этого не будет, тоже ничего страшного, потому что не всем есть дело до того, как я выгляжу. А в твоем случае это основополагающее. Когда видят человека с лишним весом, про него говорят, ну вот у него правда проблема. А она сидит, тут с жиру бесится. И многие к анорексии так и относятся, как к такой модной болезни, которая вроде бы не совсем болезнь. И на самом деле это смертельно опасная болезнь. То есть только совсем в этом не разбираясь, можно недооценивать ее влияние на организм. В этом смысле, конечно, очень хочется, знаешь, во-первых, твое мнение, почему это может случиться, и то, что тебе помогло, вот какая-то мысль, которая тебе помогла справиться. Это же все равно от головы идет. Ежедневные занятия с психологом, поддержка психолога, это очень важно. Ты можешь раскрыться, то есть вывернуть душу наизнанку и получить полезные советы, сделать так, как будет правильно, а не так, как тебе говорит голос болезни. И каждый раз, когда у меня что-то в голове подобное возникало, там вот, Алена, не ешь это, это нельзя есть, я сразу говорила, все, это голос болезни. То есть это большой труд, это нужно... Ну то есть каждую минуту это вот эта осознанность, каждый раз, когда ты только начинаешь думать о том, что нет. Осознанность тоже очень хорошие навыки. Нужно всегда включать мудрый разум, то есть есть рациональный разум, есть эмоциональный разум. Нужно найти золотую середину, включить мудрый разум и действовать в правильном направлении. Ну это, скорее всего, какой-то детский комплекс. С чего человек может себя не принимать? Конечно. Вот комплекс, например, у нас была в цирке маленькая девочка, ей было 9 лет, она выглядела, как будто бы ей 4 годика. Ей в школе сказал мальчик, что она некрасиво ест, что у нее там щеки, что она некрасиво ест. И она стала комплексовать и перестала есть. Перестала есть настолько, что просто двигаться не могла. А потом все, уже мозг отключился, потому что подпитки не было никакой. Она даже воду не пила, то есть это было ужасно, ей зонт делали, было страшно смотреть на это. Я с ней пыталась заговорить, а у нее губы жутко еще сохли, то есть у нее жидкости вообще не было нормальной в организме. Она говорит, нет, я не буду пить, от воды поправляются. А когда ей из-за того, что трескались губы, намазали губы вазелином, она сказала, что это масло, уберите, верните мне мои сухие губы. Ей сколько, 8 лет? 9. 9 лет. Она говорит, уберите это масло с моей губы, я сейчас поправлюсь. Вот, таблетки тоже пыталась выбросить. Ну, в общем, жутко все это было. В итоге ей какую-то трубку вставляли в живот. Кошмар. И вот смотришь, и ты понимаешь, что из-за какой-то ерунды у человека начинает психика портиться. Просто какой-то мальчик сказал все, и пошли проблемы. Триггером может быть все что угодно, одна неосторожно брошенная фраза. Ну да, это в основном возникает у мнительных людей. Говорят, еще после насилия такое бывает. Если, например, девушка пережила насилие либо в детстве, либо в юношестве, психика не оправилась, и вот такой ответ организму может быть. Как будто вот то ли себя наказывает, то ли... Да, кстати, у нас в церкви было очень много девушек. Я просто не знала, что такая есть история самоповереждения. Это когда ты себя наказываешь там за съеденную еду. То есть я вот никогда в жизни себя не смогла там поцарапать или боль себе причинить. У меня инстинкт самосохранения сразу включается. То есть как можно себе нанести какой-то там урон. У нас не было зеркал, у нас не было ничего режущего, колющего. Нам ножницы выдавали только если мы просили. И то при сиделке. Я думаю, господи, почему? Думаю, тут тюрьма какая-то, может, тут убить могут, как на зоне. Оказалось, что вот девчонки сами себя травмируют. Там кто-то даже карандашом пытался себе руки расцарапать. Каждый день капельницы делали, ходили ежедневно с катетерами. Мы сидели на группах, себе катетеры вскрывал, чтобы кровь шла. И ты сидишь, смотришь, там уже кровище льется. Очень сложная история. Как ты, будучи таким интровертом, умудрилась поучаствовать аж в трех реалити-шоу? Форт Боярд, Звезды в Африке и Наследники и Самозванцы. Ну, Форт Боярд, этот проект я смотрела с детства, безумно фанатела от этой программы. И когда мне предложили, а я люблю экстрим, испытания, я сразу таким удовольствием приняла это предложение. Форт Боярд мне очень понравился. Ну, в принципе, на Звездах в Африке мне тоже очень понравилось. Ну, вот Наследники и Самозванцы, там что-то произошло, у тебя нервный срыв случился. Да, Наследники и Самозванцы там было очень тяжело, Алиса заболела очень сильно. И она мне звонила каждые пять минут, мы с ней были по видеосвязи. Когда ты в Африке, ты понимаешь, что ты на расстоянии, ты не можешь сейчас рядом оказаться. Тут ты понимаешь, что ты можешь приехать домой, ее поддержать, а потом приехать обратно. Но тебе не разрешают. То есть, такое ощущение, что ты в рабстве. Ты сидишь в этом замкном пространстве, в этом замке, и постоянно тебя давят. То есть, там такое психологическое шоу. Нужно подозревать кого-то, про кого-то что-то говорить. Хотя ты вот общаешься со всеми, вроде бы хорошо, но потом так получается, что ты должен говорить, что вот человек юлит, человек врет. Но это как бы игра, это все понятно, но все равно. Там на самом деле был такой накал страстей, что у меня уже просто моя психика не выдерживала. Там все ругаются, все друг друга обвиняют. Плюс еще Алиса болеет. И мне что-то как-то так уже стало под конец там совсем нехорошо. Я такая, ну нет, надо все просить Лисан, чтобы она меня отпустила домой, так как уже там люди чуть ли не знаю, не поубивали друг друга в конце. Ты сейчас свободная девушка? Есть человек, который мне очень дорог. Вот. Но может сказать, что да, наверное, в отношениях. Но пока не в очень серьезных отношениях, но встречаюсь с одним молодым человеком. Ты не в очень серьезных отношениях по какой причине? Потому что ты только в ресурс вошла? И ты... Мы только начали, да, общаться. То есть еще времени мало прошло, чтобы говорить о серьезных отношениях. Но у тебя уже есть силы свои внутренние и на отношения, и на все? Когда ты в цирп попала, вот в том состоянии, что бы ни случилось в твоей жизни, ты была бы не способна на... Нет. Даже я помню, ну, это совсем такой интимный момент у меня. Лечащий врач, моя мама спрашивала, там, у нее есть молодой человек, она живет в какой-то там такой вот интимной жизни. Мама сказала, ну, посмотрите на нее. Она закомплексована, ужасная какая там жизнь. То есть я боялась раздеться, потому что даже в купальники я не ходила. Потому что я была очень сильно худая и закомплексованная. Вот. Сейчас я себя чувствую отлично. Я набрала вес, я себе нравлюсь. А насколько ты доверчива? Тебя легко обмануть? Сейчас уже сложно. Вот у тебя была ситуация, когда ты со своей подругой-коллегой открыла свой собственный бьюти-бренд и салон красоты. Она была моей стилисткой по волосам. Потом мы подружились, потом она сказала, что она хочет открыть салон. Я ее поддержала. Она говорит, ты же меня поддержишь? Я говорю, да, поддержу. Потом что-то, в общем, у нас пошло не так, я не буду углубляться в эту тему. Ну, в какой-то момент я поняла, что нам тяжело и дружить, и работать вместе. Грустная тема, на самом деле. Просто в какой-то момент я пришла к выводу, что не стоит, надо с ней вместе работать. Но драмы никакой не было. Это был ее бренд, на нее зарегистрирован? Или же у тебя были иллюзии, что это был ваш? Да, но в итоге я потом еще за чем-то начала судиться за бренд. Потом думаю, нет, ладно, зачем мне это все надо? И в итоге я переписала на нее, и все. А сейчас твой основной источник дохода – это соцсети? Да, соцсети. Ну, ты из-за болезни просела в доходах, получается? Да, и с болезнью мне ничего не хотелось делать. Ну, и физически не могла, и морально? Активность была нулевая. Сейчас, когда уже я чувствую, что у меня есть силы, хочется что-то делать. А о чем ты мечтаешь прямо сейчас? Выйти замуж, дом, собака, спокойствие, тихое семейное счастье, что-то такое. Ну, чтобы суета немножечко прошла, и уже наступил такой штиль. Мечтаю, чтобы у меня папа вылечился, еще мечтаю, чтобы мама была всегда счастлива, чтобы Алиса была счастлива, ну, чтобы все были счастливы, скажем так. Ты еще хочешь детей? Да, конечно, еще мечтаю о ребенке. Как выглядит твой идеальный день? Первое – это выспаться, провести день с дочкой. Это самый идеальный день, вот просто, который только можно себе представить, вот целый день, чтобы у нее не было никаких занятий, чтобы просто куда-то поехать, чем-то заняться вместе с ней. Я всегда, когда с ней, я отдыхаю, несмотря на то, что она очень энергичная, мне кажется, что вот она изматывает, но это не так, то есть с ней вот я прям кайфую. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...